Всем привет! Меня зовут Михаил Щербачев и это канал об IT-предпринимательстве и интернет-маркетинге. Рядом со мной сегодня Данил Микиченко, Данил сооснователь, со-владелец компании Максисофт и серийный IT-предприниматель. Привет, Данил! Всем привет! На самом деле я сегодня приехал в Харьков специально, чтобы снять это видео. Первое, что я узнал, я узнал не Данила, я узнал его проект, так как ко мне очень часто обращались в свое время компании, которые занимаются продажей магазинов шин, резины и так далее. И в свое время очень многие из них говорили о том, что вот смотрите, есть такой вот лидер на рынке магазин резина ЦЦ, они отжирают все продажи, которые есть, и мы хотим так же, как у них. То есть магазин резина ЦЦ в свое время был таким магазином, как мне это казалось, своеобразной розеткой в мире шин. И, соответственно, потом уже, через достаточно большое количество лет, я познакомился с Данилом, и оказалось, что именно он был основателем этого магазина, работал над ним, развивал и в итоге, как я понимаю, в итоге продал. И сегодня мы пообщаемся о том, как вообще этот магазин появился, и о твоей предпринимательской деятельности. Расскажи, пожалуйста, с чего ты начинал, в каком году ты начал вообще свою карьеру, и как пришел к тому, к чему ты пришел? Ну, продажами на самом деле я начал заниматься еще лет с 8 или с 9. У меня было какое-то такое стремление что-то купить, перепродать. Конкретно с интернет-бизнесом, вообще с интернет-сферой я столкнулся тогда, когда поступил в Харьковский институт радиоэлектроники. На самом деле по образованию я программист, защита информации в компьютерных системах, сетях. Но я так и не стал программистом, потому что все-таки коммерческая деятельность для меня всегда была ближе. И вот на третьем курсе я познакомился с компанией, которая на тот момент продавала конструкторы сайтов и интернет-магазинов. Это была MLM-структура. Люди приехали в Харьков, открыли офис, и меня познакомили общие знакомые. И в конечном итоге я вместе с ними начал продавать конструкторы сайтов и интернет-магазинов. Это был третий курс моего изучения. Что за платформа была? Платформа называлась Antway. На тот момент продукт был очень инновационный. И уже спустя столько лет, это уже прошло 10 лет, я понимаю, что продукт на тот момент был, наверное, раньше, чем рынок был к нему готов. Тогда был Юкас, наверное, да, там из бесплатных таких конструкторов. Да, да, да. Ну, то есть вот уровень интернет-магазиновых сайтов был очень низким. При этом я рассказывал своим клиентам о том, что если вашего бизнеса не будет в интернете, то вашего бизнеса не будет вообще. Цитировал Белла Гейтса. И продавал по 300 долларов такие конструкторы сайтов и интернет-магазинов. И в какой-то момент я понял, что всем рассказываю о том, что бизнес должен быть в интернете, а сам себе задал вопрос, где же мой бизнес в интернете. И оканчивая уже университет на пятом курсе, получилось так, что с одной стороны эта компания прекратила свою деятельность. Я при этом, будучи еще очень молодым предпринимателем, закончил свою коммерческую деятельность с убытками. У меня остались какие-то небольшие деньги, и я на эти деньги заказал разработку интернет-магазина. Ну, при этом шины были выбраны там абсолютно случайно. Отдыхали с друзьями, был знакомый, который продавал шины, он подсказал идею. И в итоге на этой идее был создан магазин на тот момент «Резина КХЮА». То есть, по факту ты не разбирался особо в шинах, в резине, то есть не был фанатом автомобилей, у тебя не было машины, на которой ты менял резину постоянно раз в месяц на дрифтах, нет? Да, автомобили я любил, только они меня не очень любили. У меня не было автомобиля, у меня были права, ездил я не очень хорошо. Я знал про шины только то, что она круглая, черная и с дыркой внутри. И по факту, создавая этот магазин, мне пришлось разобраться в том, какие шины бывают и вообще что это такое. И шинником меня, по сути, этот проект вынудил стать. Ну, ты на самом деле стал очень известным в мире шин, особенно в мире поставщиков. Ну, «Резина КХЮА», да, то есть вы сделали региональный магазин? Да, сперва это был региональный магазин. У нас была там, мы в течение первых почти двух лет, мы искали, первого года точно, мы искали модель того, как мы будем продавать. Первые идеи, конечно же, были, мы купили там две «Таври» пикап, развозили эти шины по Харькову, ориентировались на харьковских клиентов. И когда возник вопрос, хотим ли мы так дальше развивать проект, то поняли, что нам нужно как-то выходить на всеукраинский рынок. И первым делом нужно было название, которое бы соответствовало всеукраинскому. На тот момент «Резина ЮА» уже был занят, домен, поэтому мы выбрали домен, который был свободен, это был «Резина ССИ», а в итоге это стало даже нашей некой визитной карточкой. Ну, домен явно не подбирал все специалистов, он бы любой специалист бы сказал, что зачем на таких доменах не ранжируются сайты и так далее. Но на самом деле это действительно стало успешным для вас. Да, в итоге это помогло в какой-то степени сформировать бренд. Именно «ЦЦ», да? То есть не просто «Резина», а «ЦЦ». «ЦЦ» тоже стала частью бренда, да? Да, по сути, вот это имя стало неким даже нашим собственным именем. Нас начали называть «ЦЦ», даже без резин. И это то, что я сейчас называю дифференцированием. То есть мы этим отличались от всех остальных шин, резин и так далее. Вот. И создавший украинский магазин, мы… Это какой был год «Резина ССИ»? «Резина ССИ» – это 2009 год. То есть я домен свой первый зарегистрировал 13 июля 2009 года «Резина Кахеева». Через полгода мы уже переименовались и в какой-то момент мы выбрали для себя модель, что мы не будем ориентироваться на Харьков и создадим образ магазина такого всеукраинского с одинаковыми условиями абсолютно для всех городов. И именно поэтому мы начали работать через транспортные компании. А в тот момент к нам уже несколько раз приходил менеджер новой почты, предлагал нам подписать договор о сотрудничестве. И в конечном итоге мы выбрали как стратегического партнера себе новую почту. Но они тогда тоже были на такой зарядке? Только начинали, только начинали. Тогда еще рынок абсолютно не развит был. У нас были невероятно приятные условия со старта. Сейчас они уже такие условия не прилагают. Да, сейчас у них в принципе таких условий уже нет. Но начинали мы как раз вот с этого. Именно условия тогда новой почты дали нам идею о том, что нужно сделать доставку по Украине бесплатной, потому что тогда стоимость транспортировки шин была просто минимальная. И поэтому это была первая наша фишка, которую мы дали в рынок. То есть ни у кого не было бесплатной доставки, вы были первые? Да, на самом деле все магазины, которые существовали, в основном это были киевские магазины, они ориентировались на киевского клиента. Мы же пошли по пути того, что ориентировались на регионального клиента. И чтобы привлечь этого клиента, мы сделали бесплатную доставку. Следующим шагом, который нас очень сильно выделил на фоне всех продавцов шины, то, что мы начали доставлять шины без предоплаты. Мы доверили клиенту этот момент, то, что он заберет товар. Мы понимали, что это огромный риск, риск возвратов, риск каких-то недоброжелателей, которые будут заказывать и отказываться от этого товара. И действительно, в первый год было очень много даже наших конкурентов, которые заказывали у нас товар, отказывались от него. Мы несли убытки. Но тем не менее, данная модель позволила как раз заевать ту лояльность клиентов, которая нам так нужна была. Ну а расскажи вообще про лояльность клиентов и вот саму модель. Как часто у вас, наверное, есть статистика, когда человек покупает резину, как часто он ее обновляет? Вы ввели ли вы какую-то статистику, считали lifetime value и вообще поподробнее на эту тему? Именно lifetime value мы не считали. Мы знали о том, что клиент покупает в среднем раз в два года. Обычно полный для покупки. Один комплект зимний, да? И два раза может быть, да? Через два года два раза. Ну обычно одного комплекта хватает на 3-4 года, поэтому обращается он к нам в среднем раз в два года обращался. Ну еще и рекомендуют. Да, да. Но при этом более важным является то, кому он нас рекомендует, покупает ли этот клиент на автомобиль своим родственникам, папе, маме, жене, кому угодно. И поэтому очень часто один и тот же клиент мог покупать раз в год, а иногда раз в полгода, только потому, что он обеспечивал некий небольшой автопарк своей семьи этими покупками. Ну а для нас было очень важно, чтобы клиент, который к нам раз пришел, обязательно к нам вернулся, потому что шины по факту не так часто покупают. Ну а чем можно удерживать, да? Ведь шины это шины, то есть очень сложный продукт, да? Ну действительно это не хлеб, это не молоко, там как первая необходимость, хотя шины тоже относятся к числу, наверное, тех товаров, от которых в последнюю очередь отказываются. У нас была выбрана четкая стратегия клиентоориентированности, именно поэтому мы старались дать максимально приятные цены для клиента и при этом наиболее высокий уровень сервиса. То есть в принципе возвращались в основном, да, там, ну потому что легко заказать удобно, да, и потому что все-таки цена, да, на этом рынке влияла очень сильно. Да, ну на самом деле факторов несколько, и сказать, какой из них был более значим сейчас сложно. Как ты думаешь, ну вот как бы любой конкурент бы о вас бы сказал, там, резина они там, что они сделали, они там много выкупали трафика, димпинговали, то есть вот понимаешь, в любом случае есть взгляд, который ты видишь, есть взгляд, который, наверное, видят. Конкуренты как думаешь, что думали конкуренты о вас? Я не сильно собирал слухи от конкурентов, но могу сказать, что, наверное, каждое утверждение, которое ты назвал и те, которые ты не назвал, они все имели место быть, потому что именно благодаря большим усилиям в разных направлениях и был получен этот результат. То есть с одной стороны... Какой был результат, вот сколько было заказов у вас в день на резину? И вообще в целом. Ну, пик, который у нас был, это 2,5 до 3 тысяч заказов в день, то, что мы обрабатывали. Но при этом у нас было достаточно большое количество поставщиков, это более 200 складов, с которыми мы сотрудничали. Именно поэтому нам удалось получить хорошие цены, по сути, агрегировать эти цены. У нас было определенное программное обеспечение, которое позволяло сводить прайс-листы поставщиков к единому формату. Вы сами его писали, да? У нас был подрядчик, с которым мы первые 4 года сотрудничали. И это было его решение. То есть он дал нам готовое решение. Мы его дорабатывали в течение всех 4 лет. Но суть его была в том, что мы могли выбрать из всех предложений в Украине лучшую цену для клиента. Такой некий агрегатор. Да, это был внутренний агрегатор. Тогда не было каких-то решений открытых? Нет, это нельзя было. Первые несколько лет это было, по сути, нашим преимуществом. Мы за счет этого решения как раз и нам удалось дать классную цену в рынок. Не потому, что мы мало зарабатывали или слишком дешево покупали. Мы просто знали, где купить. На каждую позицию мы знали лучшее предложение в Украине. Это, конечно, стоило больших усилий. Мне пришлось объехать всю Украину несколько раз. И мне, и команде, которая работала с нами. Договориться о партнерстве. Многие поставщики не имели электронных прайс-листов, прежде чем начать с нами сотрудничать. Мы их учили пользоваться Excel. Мы им рассказывали, что нужно прайс-лист каждый день обновлять и так далее. По сути, мы формировали этот рынок. То, что сейчас является уже стандартом отрасли. Те правила, которые мы создавали под себя, понимая, что только это нам поможет продавать больше. Если говорить о том, откуда большой объем, с одной стороны, это предложение хорошее, с другой стороны, мы не боялись покупать трафик. Мы его покупали, вкладывали в это большие деньги. Какие каналы привлечения использовали? Какие, я думаю, уже сейчас небольшой секрет приносили наибольший эффект? Основным каналом привлечения был контекст. Для того, чтобы получить первую продажу, мы как раз использовали контекст. К сожалению, с SEO у нас не так все хорошо получалось, как бы нам хотелось. Это были и технические причины, и, наверное, то, что не нашел я достойных подрядчиков по данному направлению. В общем, не знал тебя. И именно поэтому контекст приносил больше половины трафика и, как следствие, больше половины заказов. Ну, а уже те, кто один раз у нас купили, мы делали все, чтобы они вернулись. Что делали для того, чтобы возвращались? То есть, email-маркетинг, какие-то рассылки определенные, триггера или все проще как-то было? Ну, к своему сожалению, с email-маркетингом мы тоже не очень хорошо разобрались на этапе становления проекта. То есть, им начали заниматься уже 13-й год, 14-й год. Основной инструмент, с помощью которого мы удерживали лояльность нашего клиента, это оправданные ожидания. То есть, мы старались как минимум оправдать ожидания клиентов, а как максимум предвосхитить эти ожидания. За счет чего? За счет, в первую очередь, прозрачности и предсказуемости отношений с нами. Вся деятельность компании была построена на процессах. Я прописывал бизнес-процессы, автоматизировал эти бизнес-процессы. У нас была достаточно большая IT-система, которая в итоге позволила клонировать, по сути, интернет-магазины. И уже на сегодняшний день, продавая проект, я продавал уже шестью интернет-магазинами. Еще в других сферах. Это шины или другие какие-то тематики? Был один проект, он и есть в России шинный. Друзья, так получилось, что нам пришлось прервать интервью. Но мы его попробуем на этой части продолжить. Как видите, мы уже находимся в центре Харькова. И если возвращаться к нашему разговору про магазин резины, магазин шин, скажи, как вы возвращали клиентов с помощью email-маркетинга, каких-то других инструментов? Как работали с тем, чтобы аудитория к вам возвращалась в целом? Основным инструментом завоевания лояльности для нас это было получение хорошего отзыва со стороны клиента, то есть его мнение о нас. Поэтому мы старались всячески как минимум оправдать ожидания, как максимум предвосхитить эти ожидания. Именно поэтому мы обучали своих сотрудников, обучали техникам продаж, обучали продукту. Мы делали так, чтобы общение с нашим консультантом было максимально комфортным, создавало чувство профессионализма у клиента, чтобы клиент чувствовал, что как будто он зашел к своему знакомому монтажнику в гараж, и этот монтажник ему посоветовал, что нужно купить. И поэтому наши продавцы рассказывали о шинах так, как будто они на всех этих шинах ездили. И это первый момент. А второй момент мы строили процесс таким образом, чтобы всегда свои обещания, придерживаться своих обещаний. То есть если мы обещали доставить за 2 дня, мы доставляли за 2 дня. Если мы говорили бесплатно, значит бесплатно. А как вам удавалось так точно рассчитать, сколько времени нужно доставить и понимать, что вы сможете доставить? Мы в своей IT-системе создали механизм не только сведения прайс-листов поставщиков и выбора лучшей цены, но и автоматический расчет времени доставки. То есть зная, где находится клиент, зная, где лежит товар, мы могли всегда просчитать срок доставки. Именно поэтому все это было прописано в процессах. Мы знали, что если сейчас 11 утра, то сегодня будет отправка в 2 часа дня с этого склада. И значит завтра, либо послезавтра клиент может получить товар. Мы смело могли обещать, в большинстве случаев мы оправдывали эти ожидания. Расскажи вообще, в целом, насколько я понимаю, у вас была даже больше IT-компания, а не компания, которая продавала резину. Что такое IT-система? Из чего она состоит? Это CRM? Это какие-то отдельные системы, которые вы интегрировали между собой? С 1С? Основой бизнеса была действительно... Сперва это бизнес-процессы, которые мы автоматизировали, перекладывали на свою IT-систему. И первые 4 года мы работали с подрядчиками, которые нам разрабатывали эту IT-систему. Мы ее постоянно развивали. Это был самописный продукт. Мы не пользовались в начале 1С. 1С у нас была только для бухгалтерского учета. Там была и CRM-система, то есть мы управляли заказами и отношениями с клиентами. Там была и ERP, часть ERP, функции ERP. Мы учитывали взаимоотношения с поставщиками, отслеживали, где сколько находится, кому мы сколько должны, кто нам сколько должен, где находится товар, как он движется по Украине. И все это было нашей единой системой, в которой мы все эти процессы прописывали. Тогда вы работали уже с новой почтой, да? То есть потом новая почта... Да, вот новая почта очень быстро развивалась. Я говорил о том, что мы по сути начали, можно сказать, параллельно. Я помню, как менеджеры новой почты приходили, рассказывали о суперусловиях новой почты. И новая почта очень быстро развивалась. И в том числе я благодарен новой почте, что они под наши потребности дорабатывали свою систему. В итоге мы интегрировали свою IT-систему с новой почтой. Мы удаленно формировали заказ на доставку товара, отслеживали движение товаров, видели абсолютно все статусы. И вот это еще один из элементов управления и автоматизации управления. А в вашей системе работали и продавцы, да? То есть или это было... Это была одна система для всех, только у каждого были свои краны, свои рабочие места. И одну и ту же информацию каждый из участников процесса видел по-своему в удобной для себя форме. Видел и управлял той частью, которая нужна была ему для выполнения своих задач. А каких результатов в итоге удалось достичь? По годам, как у вас развивался бизнес? Первый год, второй, третий, четвертый? Ну, первые два года, это было некое становление, поиск нашей модели работы. И то, что мы приняли решение работать на всю Украину, искали возможности, которые мы можем дать клиенту и фишки, которые мы можем дать клиенту. И только уже третий год, это был некий результат наших действий. Уже мы видели, что мы двигаемся в правильном направлении. В 2013 году количество заказов в обрабатываемых день было более чем 2,5 тысячи заказов. Каждый день, да? Да, в день 2,5 тысячи заказов. И такой результат, он возможен был исключительно за счет прописанных процессов, обученных сотрудников и слаженной работе. По сути, это была команда, которая дополняла, каждый дополнял друг друга. И расскажи, пожалуйста, где-то вот в 2014-2015 год, в 2013 случился кризис, да? Как вы его переживали? Какие были тогда мысли? Да, 2013 год был действительно таким переломным. И с одной стороны, очень резко выросла в стоимости реклама, увеличилась конкуренция. Ведь вся реклама, как не секрет, что подвязана к доллару. Основным источником клиентов у нас был контекст. И мне пришлось искать методы оптимизации своей работы. Были выявлены такие значительные недоработки в отделе продаж, в процессе, и таким образом удалось увеличить эффективность в полтора раза за счет, опять же, правильно построенной воронки продаж, правильных контрольных точек, расставленных на этапе продаж. И это позволило компании держать объем, держать некий уровень рентабельности. Ну и при этом в 2013 году, уже в начале года, это никак не связано было с кризисом, просто я уже настолько погрузился в сферу IT и маркетинга, работая со своими подрядчиками, что я увидел, что для меня более целесообразным является создать свой IT-отдел и свой отдел маркетинга, потому что так мы сможем сделать больше, мы сможем сделать лучше и быстрее то задуманное, что у нас было. И поэтому уже весь 2013 год он был посвящен созданию мной IT-отдела и отдела маркетинга. Спасибо тем ребятам, которые стояли у Истоков. Это свои программисты, да? У тебя были все свои ребята. Да, то есть мы взяли штат программистов, мы сформировали отдел контекстной рекламы, как основной отдел в интернет-рекламе. И вот уже с помощью со своей командой мы переписали полностью всю IT-структуру, перевели на новое ПВО, которое мы полтора года, там, 13-й, часть 13-го, 14-й год писали, еще и часть 15-го года. Я понял. Это позволило вам как бы уменьшить стоимость разработки, да? И более рентабельными быть в этот период? Да, ну, больше всего мы сэкономили на рекламе, на то, что мы подрядчикам платили определенный бонус от объема нашей рекламы. Этот бонус был достаточно большой. И стоимость своего отдела, вообще организации своего отдела снизила расходы где-то в 4 раза. В 4 раза меньше стали расходы на содержание, ну, на обслуживание маркетинга. А IT-идел просто начал делать больше за эти деньги. Из-за того, что люди находили в штате, они были более управляемые, мы могли напрямую ставить задачи, они были более вовлеченные в наш проект, и поэтому мы стали делать больше. Расскажи тогда, ну, еще тоже интересно, как у вас была выстроена работа с поставщиками? Какие-то поставщики, по-моему, там, предоставляли лучшие условия, может быть, какие-то хуже? В целом, немножко на эту тему тоже. Как вообще в Украине рассматривается вообще рынок шин, резины, самими поставщиками, мировыми брендами и так далее? Ну, работа с поставщиками – это отдельная составляющая бизнеса, которая тоже, вот, за счет которой, наверное, определяю внимание, которой проект резины ССИ стал, в том числе, таким успешным. Мне пришлось несколько раз объехать всю Украину, познакомиться лично с поставщиками, с большинством из них. Некоторых приходилось учить пользоваться Excel, потому что они не знали. 250 поставщиков. Да, мы собрали базу поставщиков в более чем 250 складов. Некоторые поставщики, в принципе, не знали, что такое Excel, не умели формировать остатки в Excel, мы их учили этому. И, по сути, вот, то, как есть на сегодняшний день рынок продажи шин, в какой-то степени это тот стандарт, который мы создали, стандарт отрасли уж. И как мировые бренды рассматривают рынок Украины? Или какие-то, не знаю, Мишлен? Отправляли ли вас на какие-то курсы, обучения и так далее? Да, действительно, там каждый производитель так или иначе пытался промотировать свои бренды. Далеко не все производители это делают, потому что рынок Украины для большинства мировых производителей шин не является приоритетным рынком. Доля продаж настолько мала, что это несопоставимо с другими европейскими странами. Зачастую особого внимания на продвижение своего бренда в Украине производители не уделяют. Но при этом, тем не менее, там компания Мишлен, компания Гудьер организовывала поездки во Францию, на испытательные полигоны в Россию. Но это было там отдельное интересное событие. Ну, общаясь с коллегами по отрасли, общаясь с другими продавцами, в частности, продавцами бытовой техники, там производители сильнее борются за своих дилеров, за продажи через своих дилеров. Ну, это, наверное, потому что все-таки рынок шин здесь не настолько развит, как тот же рынок электроники, да? Да, да, да. Не такая покупательская способность на шины, как в других странах. Ну, у тебя, как бы, тебе нравилась эта ниша? То есть у тебя не было какого-то разочарования там в течение работы, да, что вот ниша может быть сложно масштабируема, сложно как-то ее развить, там, что можно еще продавать на магазине названием резина ЦЦ? Ну, разочарований не было, у нас, там, я говорил, что мы создали IT-структуру, которая позволяла проекты клонировать, и мы поэтому запустили там параллельно проект в автомобильной тематике «Автотема», там, создали еще ряд других интернет-магазинов в других тематиках. В принципе, то, чем я занимался, это то, что доставляло удовольствие, только за счет того, что это доставляет удовольствие, и получается такой результат. Но вот работая уже ближе с IT-сферой, создавая свой отдел, разрабатывая там программные продукты для себя, я увидел, что все-таки этот рынок мне ближе по духу, он мне больше нравится с точки зрения его масштабируемости в продажах, он не ограничен границами одной страны, как ограничены продажи товара в одной стране. Именно поэтому это стало причиной, чтобы рассмотреть свою смену деятельности. Ну и ты решил продать бизнес, да? Да, это стало как раз причиной тому, что, во-первых, у меня возникли идеи создавать свои продукты, а для того, чтобы делать работу хорошо, на ней необходимо фокусироваться, необходимо вкладывать свою энергию, необходимо этим всецело заниматься, и именно поэтому одной из причин стала продажа моей доли в существующих проектах, во всех проектах в бизнесе. У вас было изначально два партнера, да? То есть ты... Да, на каком-то этапе я в бизнес привлек партнера, и, по сути, долю продал ему, и тем самым смог освободить свое время, получить дополнительный ресурс для создания своих IT-продуктов. Ну и плотность рынка, да, тоже была достаточно уже другой. То есть... Да, ну вот успех резиносессии еще с 13-го года, он некоторых заставлял просто там нас не любить, а некоторые... Ну, наверное, почти каждый поставщик, которого вы поставляли, приходил в компанию, которая занимается продвижением, и говорил, ребята, посмотрите, вот есть резиносессии, есть вот наш сайт, на котором вообще нет продаж, сделайте нам так же. Вот. Сделать так же, это, наверное, означало огромные бюджеты в контексте. У вас, я думаю, Google не звонил вам, там, не приглашал. Ну, с Google мы, да, общались напрямую, у нас было хорошее отношение, он нас любил как клиента, учитывая наши бюджеты. Действительно, с каждым годом просто стоимость входа в этот бизнес повышалась за счет того, что мы все больше и больше усилий прикладывали. То есть стоимость привлеченного, да, каждого клиента росла в контексте особенно, да? Да, ну и стоимость просто того, чтобы повторить подобную работу. Именно поэтому многие смотрели, тебе лучше, там, знать, кто приходил к разработчикам, да, и спрашивал, сделайте мне так, как у резина CC. Но, тем не менее, уже в 13-м году начали появляться игроки рынка, которые понимали, что, чтобы повторить этот успех, либо его, там, улучшить, необходимо вкладывать деньги. И начали вкладывать деньги. И уже на сегодняшний день существуют достаточно такие сильные, уже получившие опыт игроки, которые создают серьезную конкуренцию резина CC. Ну и поэтому, в том числе, да, то есть в 15-м году ты решил полностью поменять нишу и стать таким полноценным айтишником, да? Да, наверное, есть некий такой романтический образ айтишника. В последнее время он ассоциируется с успехом. Мало кто знает, что большинство айти проектов так и не получают своего результата. Мы видим вокруг только успешные проекты. Но, тем не менее, там, понимание уже разработки, полученный опыт, плюс мой бэкграунд в виде образования, он говорил о том, что все-таки рынок айти для меня ближе. И уже разбираясь с этим вопросом, знакомясь с игроками рынка, таким образом я познакомился с Максимом Макаренко, у которого до этого уже 3 года была своя небольшая айти-компания. И наши переговоры о совместных каких-то идеях, они стали схожими. И, как следствие, мы стали партнерами в его бизнесе. Я стал совладельцем его проекта. Maxi Soft, да, компания? Да, это компания Maxi Soft. До этого работали под брендом Granat, еще до моего прихода. И на сегодняшний день мы выбрали для себя два направления. С одной стороны, это создание своих айти-продуктов, а с другой стороны, это разработка под заказ для крупных заказчиков, для бизнесов в большей степени оффлайн, которые нуждаются в выходе в онлайн. И я акцент делаю на том, что у меня есть бизнес-экспертиза, есть понимание потребности бизнеса, я умею конвертировать потребность бизнеса в айти-решение. И это основное то, что мы на сегодняшний день предлагаем во внешний рынок, для внешнего заказчика. И это же легло в основу наших продуктов. То есть мы делаем продукты, которые в первую очередь решают потребность оффлайн-бизнеса. И насколько я знаю, сейчас вы занимаетесь в основном одним таким продуктом. Как? Расскажи о нем, пожалуйста. Да, идей, конечно, было много. Мы выбрали для себя как основную. Это сервис для отделов продаж, который позволяет продавцу узнать, когда клиент ознакомился с коммерческим предложением и насколько это коммерческое предложение заинтересовало. По сути, наш сервис позволяет увидеть, когда клиент открыл коммерческое предложение, когда его досмотрел до конца и сколько времени провел на какой странице. По факту мне приходит письмо с коммерческим предложением от потенциально партнера. Я его открываю, а он видит то, что я его открыл, ждет минут 5-10. В зависимости от того, сколько там страниц, насколько сложное коммерческое предложение. 5-10-20 минут, может быть час. И, соответственно, звонит мне. Да, все верно. Механика ровно такая, как ты рассказываешь. В основе лежит повышение эффективности закрытия сделок. Для этого, конечно, компания должна обладать некой культурой продаж. То есть понимать, что такое воронка продаж, что такое холодные леды, что такое теплые контакты. То есть это не для таких новичков. Да, это уже для тех, кто понимает, что такое продажи и понимает, сколько денег теряет бизнес на незакрытых сделках. Ведь на самом деле, если ты обращаешься в какую-то организацию, для того, чтобы тебе сделали просчет разработки сайта или создание кухни тебе под заказ, ты обращаешься зачастую в несколько организаций. Дальше возникает вопрос, какая из организаций, в которую ты обратился, вовремя закроет сделку с тобой. Какая вовремя перезвонит, ответит на все твои вопросы. По сути, снимет твои возражения. И не всегда вопрос в цене. На какой рынок ориентирован это ваше приложение? Мы делаем две версии. Первая версия, веб-версия, мы делаем для украинского рынка. Это скорее для среднего, выше среднего бизнеса, для крупного бизнеса, где есть культура продаж, где есть отдел продаж, где есть люди, заинтересованные в эффективности этих продаж и понимают, сколько денег они тратят на привлечение клиента. Вторая версия, это SaaS-версия. И мы ее делаем в первую очередь на западный рынок и ориентируемся на малый и средний бизнес. Потому что на западном рынке все-таки культура продаж выше и там уже малый и средний бизнес понимает ценность привлеченного клиента. Были ли какие-то исследования, насколько ваше решение помогает действительно увеличивать продажи? Какие-то, может быть, с какими-то компаниями работали? Какой у вас шепот? Мы можем судить только по себе, потому что мы сделали пробный продукт для себя и начали им пользоваться. И увидели, что эффективность закрытия сделки увеличилась на 60%. Но опять же, это наши цифры. Я точно понимаю, что мы более чем в два раза стали меньше тратить усилий на то, чтобы закрыть сделку. То есть там эффективность просто нашей работы повысилась. Просто от того, что вы по факту вовремя позвонили. Да, да. От того, что мы позвонили тогда, когда клиент готов с нами поговорить, когда мы не раздражаем его слишком ранним звонком, что он еще не ознакомился с коммерческим предложением. Мы не раздражаем его тем, не разочаровываем его тем, что звоним слишком поздно, когда он уже принял решение в пользу другой компании. Мы просто звоним ему вовремя, когда он готов с нами поговорить, когда он готов общаться о нашем предложении. Не влияет это на какую-то интимность, конфиденциальность вообще? Того, что я все-таки хочу тихо сам посмотреть? Или по факту не важно то, что клиент будет знать? Сама передача данных о клиенте уже не является новой. Как пример, если я звоню в банк и меня не называют по имени-отчеству, то мне кажется, что уже у банка какие-то есть проблемы с ведением клиента. Но при этом, если клиент ознакомливается с нашим коммерческим предложением, и мы видим, что он проявил интерес, провел какое-то время на тех или иных страницах нашего коммерческого предложения, мы понимаем, что для него это сейчас актуально. И наш звонок – это всего лишь возможность даже для клиента решить скорее его проблему. Потому что мы можем онлайн ответить на его вопросы, либо по телефону, либо клиент может обратиться к нам в чат. Этот чат высвечивается во время просмотра коммерческого предложения, и наш сотрудник готов ответить на все его вопросы. И скажи, пожалуйста, когда вы планируете выпуск этого проекта, и какие, кстати, конкуренты есть уже, может быть, на рынке? То есть, кого вы рассматривали как конкурентов? Есть несколько сервисов конкурирующих, я не буду называть их. Они очень малоизвестны, потому что тема нова. И я вижу, что потенциальный рынок клиентов в разы больше, чем то количество клиентов, которое есть у наших конкурентов. Мы планируем в конце августа выпустить первую веб-версию для клиентов, и с тем, чтобы в последующем сделать SaaS-версию. А скажи еще вот тогда такой вопрос. Будет ли, планируете ли интеграцию с CRM-системами? Если планируете, то с какими? И мы пользуемся, не знаю, каким-то CRM-системами, которые было бы неплохо интегрировать в такие возможности. Да, конечно, то, о чем я говорю, тот сервис, о котором я говорю, является повышением эффективности во время продаж. Для того, чтобы говорить об эффективности, должна быть культура продаж, должна быть понимание воронки продаж. Это возможно только, если компания использует CRM-систему. Поэтому наше решение в какой-то степени является дополнением к CRM-системе, дополнением к ведению клиента. Поэтому мы планируем интегрироваться со всеми наиболее популярными CRM-системами. Я сейчас не буду говорить, какими конкретно. Будем смотреть, выбирать, пока это еще вопрос ближайшего времени в разработке. А второе, с кем мы еще планируем, какие сервисы планируем еще интегрировать, это email-рассылщики, различные программы для email-рассылки, потому что, по сути, наш сервис позволяет повысить эффективность email-рассылки. Я понял. Ну вот и скажи, тогда, в принципе, планы ясны. То есть это развивать и свои продукты, это и помогать со своей экспертизой делиться с клиентскими бизнесами. Не жалеешь ли ты о том, что в итоге перешел из такого достаточно крупного e-commerce проекта, да, там, лидера в нише, можно смело называть резино-сайтом, лидером в нише. Вы сделал такой кардинальный шаг, изменил свою жизнь. И вообще сейчас вот... Ты так громко говоришь. На самом деле для меня там практически ничего не изменилось, потому что в резино-си-си я занимался, по сути, развитием бизнеса с помощью технологий, и сейчас занимаюсь тем же самым. Только в какой-то степени я эти технологии применяю не к своему собственному бизнесу, а я применяю к бизнесу заказчика. В случае с индивидуальной разработкой, это для конкретного заказчика делается решение, а в случае с своими продуктами я делаю некий продукт, который закрывает массовую потребность. Но все это все равно лежит на стыке бизнес-экспертизы и технологий. Поэтому для меня, в принципе, в моей деятельности практически ничего не изменилось. Наверное, мне вот честно кажется, что первые твои клиенты, это были какие-нибудь твои бывшие конкуренты. Магазин и шин, типа, вот, да, не так, так и так. Ну, раз уж ты уже не делаешь шины, так, может, поможешь нам с экспертизой. Ну, на самом деле, так и есть. Очень много моих бывших поставщиков обращалось за консультацией, за какой-то разработкой, понимая, что я уже не имею коммерческих интересов к проекту резиновой сессии. Но все равно я понимаю, что те решения, которые я на сегодняшний день даю, они больше подходят для крупных системных бизнесов. А в шинной сфере не так много крупных системных игроков. И те, кто уже имеет какой-то вес на рынке, зачастую имеют и некие свои решения технические. Расскажи, пожалуйста, почему ты считаешь, что магазин резиновой сессии стал лидером на рынке? Можно объективно, субъективно, то есть, вот, просто твои какие-то конкретные вещи, может быть, общие, потому что вы все-таки вошли на рынок, на котором уже были магазины, было немало магазинов. И вот по факту, мне кажется, вот со стороны, да, то, что я так вижу, это в первую очередь системность, это то, что вы небольшим, ну, грубо говоря, небольшим отделом продаж обрабатывали по полторы-две, две с половиной тысячи заявок в день. Команда действительно небольшая, там, 40 человек, там, 45 продавцов, да, которые должны были обработать заявки. Расскажи, ну, все-таки это системность, это то, что вы на каждом этапе все считали. И, скорее, и также ваша система по, ну, которая помогала вам с ценами, да, то есть с наличием цен, с наличием, с низкими ценами, где взять у поставщиков, быстро доставить и так далее. Расскажи, может быть, свое мнение на тему того, именно это послужило, там, каким-то основным, да, вашим, вот, конкурентным преимуществом или что-то еще? Ну, на самом деле, там, у нас было много разных направлений, в которые мы прикладывали свои усилия. Наверное, самое главное то, что мы прикладывали очень много усилий. Вот это, я считаю, наверное, самым главным во всем. То есть любое действие лучше, чем бездействие. И когда мы делали проект резина сиси, то мы с поставщиками очень много общались, и мы одни из немногих, кто ездил лично, встречался в разные города. Мы научились автоматизировать процессы. Для этого сначала нужно было научиться их описывать, то есть понимать, строить эти процессы, чтобы потом их автоматизировать. Именно поэтому у нас такое сложное, большое программное решение было сделано. Мы не боялись вкладывать деньги в маркетинг, в привлечение клиента, что тоже было инновационным для шириного рынка. Скажи, вы смотрели на то, чтобы контекст сразу был прибыльным? Как вы вообще подходили к оптимизации? Ну, на самом деле, да. Как бы ни было странно, то практически все время работы проекта резина сиси контекст был прибыльным. Он сразу же окупался. Но, конечно же, для нас интереснее было, когда клиент нас рекомендует. Именно поэтому вводились такие фишки, как выдача бесплатных пакетов на транспортной компании, когда клиент получал колеса. Только для того, чтобы превышать ожидания клиента, и как следствие клиент нас рекламировал своим друзьям, своим коллегам, своим родственникам. Вы одни из первых сделали бесплатную доставку, достаточно недешевую доставку. Ну, это был такой путь, через который мы прошли. И вот некоторые решения, я считаю, что были, можно сказать, революционными для того времени. То есть, первое, мы начали делать бесплатную доставку, абсолютно бесплатную для клиента в любую точку Украины. При том, что все киевские игроки, они делали бесплатную доставку внутри Киева и практически не обращали внимания на региональных клиентов. Мы же сделали ставку на региональных клиентах. Второе, то, что мы сделали, то есть, это был следующий шаг через полгода после бесплатной доставки. Мы начали отправлять бесплатно шины без предоплаты. Мы поверили своему клиенту. Мы понимали, что это риск. Риск того, что клиент будет отказываться, будут какие-то недоброжелатели заказывать и наносить нам убытки. Но мы через это все прошли. И количество возвратов вначале было порядка 10%. И мы его снизили до, по-моему, 2,5% либо 3% вообще количество возвратов. За счет того, что недоброжелатели устали, за счет того, что мы отработали все бизнес-процессы свои эффективно. И вот эти две составляющие, они дали возможность на быстро растущем рынке с нашим большим количеством усилий, по сути, и забрать основную долю. То есть, мы в интернет-продажах, я оценивал, что мы где-то занимали 25-30% от общей продажи шин в интернете. 25-30%? Да. Это очень-очень большой. А как ты считал? Как ты примерно рассчитал? У меня были цифры всего продаж шин в Украине, в офлайне. Ну, вообще, в принципе, продаж шин в Украине. Я имел статистику, сколько продаж через интернет производится. Поэтому я мог легко сосчитать, что там, если общее количество продаж в Украине такое, я понимал свою долю в этих общих продажах. Это было порядка 6-7% вообще во всех продажах Украины. И можно было высчитать тогда, какова доля моих продаж в интернете. Все равно получается розетка в мире шин. А, кстати, вопрос такой, почему большие такие проекты, такие как розетка, не зашли на этот рынок? На сегодняшний день розетка уже продает шины, но, я так понимаю, через партнеров. Я думаю, что вопрос был в том, что либо они просто не увидели заранее, либо не расценивали как интересную нишу. Приоритетную на тот момент. Да, да, я думаю, что было чем заниматься просто. Но вот скажи, во всех ли нишах, то есть все ли ниши могут быть поглощены такими крупными компаниями, как та же розетка или какие-нибудь другие? Или все-таки есть место таким нишевым магазинам, и можно спокойно развивать их и так далее? Ну, я считаю, что для нишевого магазина всегда есть место на рынке, потому что нишевость все-таки позволяет давать экспертность. Нишевый магазин, и когда я обращаюсь, к примеру, сам как клиент нишевый магазин, я ожидаю более высокой экспертности в данном продукте. И именно поэтому мы своих сотрудников обучали продажам, обучали продукту, мы приглашали поставщиков для того, чтобы те читали тренинги для наших продавцов. Мы раз в полгода приглашали тренингам про продаж, у нас был штатный тренер. И все это только для того, чтобы поддерживать вот этот образ нишевого проекта, где клиент, который к нам обращается, мог получить совет, мог получить нашу экспертизу и понимал, что он покупает у экспертов. Ну и давай тогда напоследок, может быть, пожелает что-нибудь. Я уверен, в первую очередь нас смотрят и твои конкуренты бывшие, и, возможно, назовем их партнеры по рынку. Хотя, мне кажется, в e-commerce такого нету понятия, да, партнер по рынку. То есть все-таки, и как ты относился, как ты относился вообще к конкуренту, как вообще вот в мире шин вот это отношение? Достаточно жестко, насколько мне кажется, да, в плане конкуренции. Я не знаю, это связано ли только с шинами, либо это в принципе таковы тенденции, но игроки между собой не общаются. Вот в рынке IT собственники, руководители IT-компаний между собой дружат, общаются, наверное, понимая то, что рынок клиентов, ну клиентов еще достаточно много, и продавать можно по всему миру, и не быть друг другу конкурентом. в рынке шин, и в том числе в продаже шин через интернет. Это достаточно такая закрытая тусовка, которая между собой встречается только, если поставщик или производитель организовывает какую-то встречу, и это не всегда такие открытые общения, это какие-то там разговоры за спиной, ну поэтому это, как, достаточно закрыт. Ну ты сейчас IT-шник, и мы с тобой общаемся вполне открыто, и что бы ты пожелал всем, кто смотрит нас, IT-предпринимателям, людям, которые по факту могут нас смотреть сейчас? Я бы хотел пожелать тем людям, которые задаются вопросом, что же такое успешный проект, и как сделать проект свой успешным, учитывать два важных момента. Первый момент – это выбрать ценность и доносить эту ценность клиенту, то есть делать то, что клиенту действительно полезно. А второе – любить свое дело, вкладывать в него свою душу, и трудиться так, как будто это единственное дело, которое у вас есть. Ну и мы все будем ожидать тогда выхода твоего продукта для продаж. Еще раз напомни, как он будет называться. Называется он Smart E-mail. Smart E-mail. Да, я обязательно уведомлю всех в Фейсбуке. Я ссылку поставлю в описании к этому видео. когда выйдет сервис, я думаю, я поставлю ссылку и туда. И я так думаю, что ты будешь на конференциях много выступать. Да, обязательно увидимся на конференциях. Я с этим продуктом планирую выступить на тематических конференциях, чтобы донести его ценность, потому что считаю, что продукт инновационный и нужно еще научиться пользоваться этим продуктом. Поэтому моя задача как раз донести эту информацию. Я могу быть одним из первых, кто с удовольствием протестирует его. Ребята, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам понравилось это видео. Оставляйте ваши вопросы в комментариях. Я думаю, мы сможем на них ответить. Всем спасибо за просмотр. Хорошего дня. Всем пока. Пока.